Чилиби 65. Такие надписи можно было увидеть на футболках игроков товарищеского футбольного матча в честь юбилея вице-президента городской федерации футбола, тренера футбольного клуба ветеранов Ришелье Петра Чилиби. Петр Чилиби известный игрок в прошлом. Я считаю, что человек, который много делает для ветеранского футбола. Мы вместе регулярно играем по четвергам футбола на этом поле. И сегодня получили удовольствие, отдали должное уважаемым футболе людям. И я думаю, что опять же продемонстрировали желание заниматься спортом. Поэтому его с днем рождения, долгих лет ему, и чтобы он еще выходил на футбольное поле. Из-за карантина матч пришлось перенести с марта на июль. За это время в команде футболистов накопилось еще несколько юбиляров, которых с удовольствием поздравили друзья и коллеги. Накопилось достаточно много юбиляров в этом году. И несмотря на то, что мы были юбилярами в разные дни, кто-то вчера, кто-то 21 марта, Петр Чилиби и я, 22 июня, мы решили найти один общий день, в течение которого мы сможем отметить все дни рождения. Впрочем, карантин повлиял лишь на дату встречи. Желание встретиться у давних друзей было давно. Даже жаркая погода не стала камнем преткновения для матча. Ну, знаете, ожидания для нас, тех, кто давно знает Петра Фристофоровича, это всегда ожидания праздника. Мы по четвергам играем здесь на стадионе, в малый футбол, и для нас это встреча друзей, и это всегда праздник. Депутаты различных уровней, бывшие управленцы и чиновники, звезды футбола прошлых лет. Футбол снова объединил всех. Проигравших в таком матче быть не могло. Сам юбиляр по традиции таких праздничных матчей занял место в комментаторской кабине, каждые 15 минут отправляя участников игры на водопой. Сочетание футболистов, профессионалов и бывших руководителей, которые играют в футбол, это, я думаю, правильное решение. Мы уже на протяжении лет 15, наверное, это все делаем. Все, кто любит футбол одесский, они знают эти все мероприятия, которые в основном я и со своими друзьями организовываю. Команды шли нога в ногу, но чтобы не заканчивать встречу в ничью, главный организатор поединка предложил соперникам исполнить по 10 послематчевых пенальти. В результате символическую победу одержала сборная Одесской области, усиленная депутатами. Впрочем, недовольных результатом не было.